get fun на связи обсудим в этом видео синдром выученной беспомощности чем он мешает вам и команде как его побороть и что в этом случае изменится для вас в игре жмите лайк если не понимаете что за психологическую дичь я несу и как же это связано с игрой про корабли а если вы еще не играете warship стов комментариях для вас оставил ссылку на подарки при регистрации пользуйтесь ей после того как узнаете главный секрет нагиба в игре ну а синдром выученной беспомощности если коротко и понятно то это состояние при котором индивид не принимает попыток улучшения своего состояния несмотря на имеющиеся для этого возможность данный синдром открыт сравнительно недавно в 1964 году и что важно случайно в связи с чем еще интереснее читать про эксперименты которые последовали после его открытия но так как у меня канал про игры они про психологию то оставлю ссылочку на этот интересный материал в комментариях и рекомендую ознакомиться всех кто хочет сделать жизнь своих пожилых родственников и детей немного счастливей сам же тем временем обращу внимание на этот бой который был выбран для демонстрации действия синдрома к примеру пмк линкор который держится на третьей линии атаки очевидно уже привык к тому что попытки реализации пмк приводит его в порт вот он и держится сейчас подальше хотя казалось бы условия для реализации пмк сейчас максимально благоприятны ввиду численного перевеса на фланге и того что команды и так находится в атаке то же самое можно сказать про киту который в таких условиях без сложностей раскидает неустрашимого за счет перевеса гк что впоследствии подарит захват точек команде но эсминца вот не замечая этого держится подальше от всех видов опасностей видимо просто по привычке да и чапаев вряд ли найдет возможности для реализации рлс держась так далеко от основных мест обитания эсминцев короче когда игроков с таким синдромом набирается много в одной команде мы получаем вот это вот большое зеленое облако которое прячется за очередным островом на карте и вместе боится сделать хотя бы что-нибудь для победы жмите лайк если вы тоже замечали такие действия в рандоме и всегда задавались вопросом почему же так происходит что большое количество кораблей не может на фланге буквально ничего ну а факт того что такие команды немогунов очень часто окружают и уничтожают в перекрестном огне думаю можно пропустить подробное обсуждение того чем же такое поведение мешает в рандоме и лучше перейдем сразу к выводу о том что важно учиться абсолютно во всех ситуациях видеть потенциальные возможности победных действий и не бояться их применять если альтернатива этому унылое состояние за островом и ожидание когда вас уничтожат в перекрестном огне конечно не все такие действия приведут к победе и нередко активное действие в принципе могут приводить в порт но поверьте на слово даже негативный опыт активной игры намного лучше в перспективе нежели синдром немогуна из-за которого в решающий момент вы просто не увидите возможность на влияние на ход сражения ну или даже своей жизни так что боритесь всегда с мыслями о том что от вас ничего не зависит настраивайтесь на успех и повышайте свою осведомленность о сильных сторонах техники и пытайтесь их реализовывать в бою особо в этом может помочь знание слабости техники противника о которой в том числе можно узнать и из моих обзоров так что подписывайтесь на канал если этого еще не сделали а еще рекомендую прямо сейчас поражать лайк этому видео мы же тем временем перейдем к другому сражению где мне пришлось бороться с этим синдромом прямо в стриме и в начале казалось что такая борьба должна привести меня только лишь в порт но итог оказался немного другим благодаря советской баллистике накрученной баллистике в борт сталинград выдает на даже на больших дистанциях весьма уверенно даже по линкором выйдя на среднюю дистанцию способен их цитаделить просто закрытыми глазами просто просто ловим противника в борту и отрываем ему все лицо поэтому есть тот самый кислый противник либо есть на большой дистанции мы может быть отгребем назад может быть пропадем из-за света если он на средней дистанции и подставляется то возможно мы его на стадели мы отправим одно сами из второстепенно приятных бонусов тут есть рлс неплохое пво из второстепенно неприятных тактических ситуаций в борт сталинград карается будь здоров поэтому на нем нужно планировать свой бой как и знаете утюга мы должны пройти через весь рандом и и желательно ни разу не вы не сделать полную циркуляцию не поставить противник убор потому что может могут нас наказать за это плюс тут очень большая большой радиус засвета за счет чего мы должны ну свои агрессивные действия просчитывать желательно на шагов а лучше на 2 вперед вот но это плюс-минус такие знаете короткие корот короткий рассказ про сталинград вот как будем играть смотрите тут ну на этой карте я думаю все очевидно да то есть если мы хотим продавить она за зарезать думаю им для того чтобы продавили вот воспользоваться вот вот этими островами наверное стоит да с другой стороны чуть чуть не вот с этой стороны выйти да а вот с этой стороны посмотрим на центре если жизнь есть чего у нас есть рлс твою ж нет меня зря нами сюда пошел нас левый фланг у нас просто брошен в общем знаете что могу сказать не изобретайте пацаны велосипед и будет вам счастье я под хоккере поставился сейчас будет меня насиловать сейчас вот пробьет и . у меня нет да что-то пробил на 6 800 аж вперед не могу идти принна хера я это самое худшее что я мог сделать в этом бою я сделал пацаны вот я просто просто охереть не раздав ни единицы урона да еще я умудрился потерять практически полностью корабль ну просто в восторг так ну не сдавайся миша не сдавайся еще с сатэн накидаем ну пацаны но возвращайтесь уже невозможно уже убегать то дальше куда еще дальше убегать то и твою же дивизию то вот вы серьезно что торпеды по правому борту торпеды за кормой торпеды за кормой торпеды за кормой то есть просто чуть-чуть надо подождать жду приказов приходится на фугасите господи и это я ведь делаю на стриме это все вечер да на старинграде фугасю что поделать не я такой боевая ситуация длинная вот если ни одной цитадели не выбью в этом бою даже не будем считать заказ выполнен а хотя он не так в топ-3 стоит старинград что я тут делаю вид что у меня есть варианты и вариантов нет торпеды справа по борту торпеды по правому борту опанса торпеды прямо по курсу торпеды противника расчеты полной боевые готовности запрашиваю поддержку интересно а союзникам вообще надоест когда-нибудь ну блин ныкаться алё гараж запрашиваю поддержку от на аппетита ныкаться над на 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 Немного Сделали это немного Совсем мало О, панцы Ямато, как тебе? Броня Сталинграда Это рядышком Где-то рядышком, черт побери То ли подводная лодка, то ли сменится Гребаный Абик Все никак не отстанет от нас Набираем воду Неполадки устранены Чтобы пусто этому Абику было Вот Сталинград Не ожидал такого Ой, не Сталинград А Ямато, да? Ха-ха-ха-ха, кири Неполадки устранены Говорю, что-то куда бьем А надо было, знаете, просто от подводной лодки сваливать уже Вы знаете, вот это та самая история про Парня из трущоб, да? Которому не везло, не везло Жизнь его шпыняла, шпыняла В самом начале получил на большую часть хп, да? А потом Натя собрался и чего-то сделал И я даже не исключаю, что мы можем Выполнить заказ на ТОП-3 Побр-побр-побр-побр-пом Точно, ТОП-1 Кто бы мог подумать Да, получив в самом начале Просто Сколько там, тысяч 10 у меня оставалось, да Тысяч 10 Не нанеся ни единицу урона Мы умудрились потом дойти до Вот этого всего И натанковали, ну, полтора ляма И это я замечу, что большую часть хп Я потерял цитаделями В циркуляции 38 тысяч Как сейчас помню, у меня в глазах Эта цифра просто Сначала стало темным темно Вот знаете, вот как вот прям по башке Тебе дубины прилетело И вот ты сквозь темноту видишь эти 38 тысяч и думаешь Блин Вот